ДИЖУРНАЯ ЧАСТЬ Москва-Махачкала. Заказчик посылки задержан и доставлен в отдел полиции. 31 человек утонули в Дагестане за это лето. Среди них 7 детей. МЧС региона призывает быть бдительными на водоемах. Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Опасные трюки дрифтера закончились крупным ДТП в Махачкале. Все случилось на улице Иракского в районе стадиона имени Елены Симбаевой. 27-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Лексус», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». После чего лихач задел и две машины, стоящие у обочины, это «Мерседес» и «БМВ». Водитель «Гранты» и сам виновник ДТП с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Сотрудники управления ГИБДД по республике Дагестан собрали материал для принятия процессуального решения. 31 человек погибли в Дагестане за это лето. Среди них 7 детей. Об этом сообщает МЧС республики. А все потому, что жители региона и туристы купаются в местах, где это запрещено, а дети остаются без присмотра взрослых. Кроме того, люди охотно идут на море в штормовую погоду, когда бывает так называемая отбойная волна. МЧС призывает жителей республики быть внимательными и соблюдать все правила безопасности на пляже. Хочется обратить основное внимание. Будьте бдительны. Не оставляйте детей даже на секунды без присмотра. Все время они должны находиться под наблюдением. Ни в коем случае совершать подвиги, употребляя спортные напитки. Ни в коем случае купаться в местах, которые не охраняются, где нет специальных постов. Взятка в особо крупном размере. 8 миллионов рублей. Именно такую сумму попросили представители налоговой службы за уменьшение суммы неуплаченных налогов одного из обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщает Соединенный комитет республики, в ходе выездной налоговой проверки, обвиняемой по предварительному сговору, сообщали предпринимателю о сумме неуплаченного налога более чем 35 миллионов рублей. За сокращение суммы преступники попросили вознаграждения в 8 миллионов. Усомнившись в законности действий сотрудников УФНС, представители общества с ограниченной ответственностью обратились в правоохранительные органы. Обвиняемые задержаны при получении взятки и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Предъявлено обвинение начальнику контрольного отдела номер один УФНС России по республике Дагестан, начальнику отдела выездных проверок и главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок УФНС России по Ленинскому району города Махачкала в совершении преступления, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ, получение взятки в особо крупном размере. За 4 августа 2021 года в офисе коммерческой организации при получении взятки в сумме 8 миллионов рублей, обвиняемые задержаны сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан. Ранее по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводят комплекс следственных действий, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы. В Гацатлинском водохранилище спасатели в ходе поисковых работ обнаружили тело пропавшего туриста из Москвы, сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Напомню, путешественника в конце августа унесло селем в ущелье Карадахская Теснина. Родственники опознали тело найденного погибшего. Им оказался мужчина 1986 года рождения из Москвы. С 1 по 30 августа на территории республики зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 35 и получили ранения 198 человек. Среди погибших один несовершеннолетний в возрасте 6 лет. В связи с этим Госавтоинспекция региона провела оперативно-профилактическое мероприятие «Единый день безопасности дорожного движения». В ходе проверки зарегистрировано более 2400 правонарушений, из которых выезд на полосу встречного движения 138, нарушение правил применения детских удерживающих устройств 101, непредоставление преимущества пешеходам 51, а также один из материалов, составленных на водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При сбытии сильнодействующего препарата задержаны двое жителей Махачкалы. Задержание произошло возле дома по улице Лаптиева в Махачкале во время сбыта. 54-летний мужчина приобрел флакон сильнодействующего лекарственного препарата «Мидриацил» с весом более 15 грамм у 34-летнего жителя столицы республики. Ввиду очевидных доказательств вины подозреваемые сознали содеянно. Следствие продолжается. Полицейскими выявлен факт хранения табачной продукции без марок акцизного сбора. При осмотре двух торговых точек на территории одного из рынков Махачкалы правоохранители обнаружили и изъяли 6 557 немаркированных пачек сигарет на общую сумму более 700 тысяч рублей. Установлено, что изъятая принадлежит 33-летнему жителю столицы республики, который хранил товар для дальнейшей продажи. В настоящее время изъяты направлены на экспертизу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Тарумовскими полицейскими задержан подозреваемый в обороте наркотиков. На федерально-контрольно-пропускном пункте Артезианский сотрудники полиции остановили для проверки рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Махачкала. В ходе обследования транспортного средства полицейские обнаружили 7 ствердков с героином, общей массой около 15 грамм, что соразмерно примерно 30-разовым дозам. Получательным посылки оказался 22-летний житель Махачкалы. Молодой человек сознался, что наркотики приобрел с целью дальнейшего сбыта путем организации закладок в различных местах города. Автобус с рейсом в город Москва-Махачкала. Что вы встретили? Поселок. Что было в данной поселке? Наркотические средства. Кто вам отравил данное вещество? Неизвестный мужчина. Снимали по телефону в бранжу. Что вы должны были сделать с данным наркотическим веществом? Он меня попросил посоветку. Меня тоже просил. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собран материал для принятия процессуального решения. Расследование продолжается. Увидел на советской династии машину, заведенную, открытую, сел в машину, поехал просто покататься. Поехал по советской на Гаджиево. И вот так на Умаханово выехал, там, все, решил, там, столкнуть, ДТП сделал. И потом задержались от них, говорите, меня на советской. Я здесь испугался, я здесь, первый раз, я говорю, себя пришел, что я получил. Очухался. И потом на советскую ушел, по советской меня остановились, сотрудники полиции, сюда привезли. А вы для чего это делали? Я просто покататься хотел бы. Выбивший был из-за этого. Первая жизнь, такой ошибок, головы не представлялась. Полицейские Махачковой задержали двух подозреваемых в грабеже, совершенном в отношении несовершеннолетнего. Двое неизвестных нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему парню и заводили его денежными средствами в сумме 70 тысяч рублей. И скрылись в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых грабителей. Ими оказались двое жителей Махачковой 21 и 22 лет. Молодые люди доставлены в отдел полиции, по их словам, в такой поздний час. Пострадавшим они приняли за закладчика наркотиков и хотели его проучить, отобрав денежные средства, якобы заработанные на продаже запрещенных веществ. Что вы задержали сотрудники политики? За то, что забрали деньги у турка. Подошел ко мне турка к таксисту, я его лазил по городу и узнал, что у него есть деньги. Позвонил своему знакомому и сказал, что у него есть деньги и можно будет у него их забрать. Я договорился, что они за мной ехали. И в ходе, как они за мной ехали, я остановился, они подошли к машине. Один сказал, что меня тоже держит бьет, а другие его, и так, по-моему, забрали процветку деньгами. Человек позвонил, сказал, ну, знакомый раньше кто-то был. Он позвонил, он сказал, что с ним человек ездит. И он ему, типа, деньги должен, и он деньги не отдает, а это такси, ну, знакомый таксист, он должен был, и деньги тоже. Это были все криминальные новости этой недели. Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!